Лето продолжается, продолжают работать и восводовцы. Ежедневно раздают памятки анапчанам и гостям курорта. После короткой планерки на пляже расходятся по направлениям. Напоминают отдыхающим, как правильно вести себя на воде и у воды, чтобы отпуск и каникулы запомнились только позитивными и счастливыми моментами. Проходят пешком от центрального пляжа до Витязевского. Правила раздают всем, кто отдыхает на пляже. Все лето раздаем листовки на пляже, проводим разные акции. И также мы ходим по лагерям, санаториям, детским садам и рассказываем лекции о правилах поведения на воде, чтобы не произошли какие-то несчастные случаи. Елена Сафонова. Гости из Красноярска строят замки на песке. После купания согреваются под южным солнцем на берегу. И это одно из правил безопасного поведения на воде. Потому что полезно. Потому что мамы с детьми здесь отдыхают. Все должны знать правила поведения на море, на воде. Мы посмотрели, картинки посмотрели, на балконе посидели с сыном, посмотрели памятку. Правила понятны и просты, но выполняют их, к сожалению, не все. Кто-то уверен в своих силах, будто доплывет до Турции. Кому-то, кажется, пришло время геройствовать на фоне принятых горячительных напитков. Цена такой самоуверенности и геройства – жизнь. Анапское отделение «Восвод» за этот сезон сделало немало добрых дел. Мы спасли двоих утопающих, вели огромную профилактическую работу. Это лекции в детских садах, в детских лагерях по правилам поведения на воде. Особое треволнение достают нам водные велосипеды. Под ветер очень легко педали крутятся, а обратно уже тяжело. Поэтому, наблюдая бинокль, наш спасатель зачастую дает такую информацию и приходится на нашей технике спасательной уходить в море и буксировать их к берегу. 30 метров пляжа руководство МУПАКУ передало под ответственность «Восвод». Безвозмездно. Представители общественной организации спасания на водах благоустроили вверенную территорию. На спасательном посту дежурит спасатель и медработник. За счет «Восвод» установлены лежаки и теневые навесы. На воде всегда готовы к отправке спасательные суда, катер и гидроцикл. Курортный сезон продолжается, а значит, есть необходимость в проведении профилактической работы. Продолжение следует...